В августе 2006 года прогремела невероятная новость. Солнечная система лишилась одной из планет. Тут и в самом деле насторожишься. Сегодня одна планета пропала, завтра другая, а там, глядишь, и до Земли очередь дойдет. Без паники, речь шла всего-навсего о лишении Плутона статуса полноценной планеты. За что, или точнее почему? В чем Плутон провинился? Сейчас узнаем. Оказывается, есть такая важная организация – Международный астрономический союз. Они определяют, какое небесное тело является планетой, а какое нет. Просто у планет есть особые приметы. Чтобы объект Солнечной системы считался планетой, он должен соответствовать четырем требованиям. Первое. Объект должен вращаться по орбите вокруг Солнца. И тут Плутон проходит. Второй критерий. Объект должен быть достаточно массивным, чтобы силой гравитации обеспечить себе сферическую, то есть округлую форму. И здесь с Плутоном, похоже, все в порядке. Третий признак. Объект не должен быть спутником другого объекта. И тут все в порядке. Плутон не спутник, зато сам имеет пять спутников. И последнее. Планета должна суметь расчистить пространство вокруг своей орбиты от других объектов. Как раз тут Плутон и подкачал. У карликовой планеты орбита не расчищена. В поясе Койпера на орбите Плутона есть скопление малых объектов. Например, карликовая планета Эрида. Так что Плутон такой не один. Карликов в космосе много. Плутон самый крупный, он и его мини-собратья состоят из камня и льда. Эрида находится далеко от Солнца, так что примерные размеры удалось выяснить относительно недавно, в 2015 году. Макимаки тоже далека от светила. Долгое время считалось, что у нее нет спутников. Но в 2016 один все-таки нашелся. Хаумея. У этой планеты карлика яйцевидная форма. Хаумея очень быстро вращается вокруг своей оси. Церера была открыта в 1801 году. Поначалу считалась планетой, потом астероидом. В итоге была признана планетой-карликом, которая волею судеб оказалась в поясе астероидов. Запомните эту пятерку. Но ученые говорят о включении в список еще минимум 14 кандидатов. По их оценкам, всего в Солнечной системе может быть не менее 200 карликовых планет. Кроме Цереры, все они находятся за орбитой Нептуна. Так что оборот вокруг Солнца они проделывают за сотни или даже тысячи лет. Время на них течет иначе, чем на Земле. На Церере день проходит за 4 земных часа, а год за 4,5 земных года. Но можно ли увидеть карликовые планеты с Земли? Только в телескоп. И то, если вы будете хорошо разбираться в астрономии.